Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева, и сегодня у нас ещё одно включение. Только что у нас прошла встреча с ребятами из Челябинска. У нас мероприятие пройдёт в Челябинске в июле 2022 года, и я хочу с вами поделиться презентацией, которую мы сейчас сделали для ребят, и концепции, которую мы придумали специально для ребят. Надеюсь, вам понравится. Готовы? Поехали! Корнева Ирина! Концепция у нас называется «Дом у озера», потому что нам захотелось сделать ребятам в их зале, создать их собственный домик, создать их собственное озеро и создать их собственную усадьбу, для того чтобы им просто было кайфово, приятно, чтобы было ощущение, как будто бы они приглашают в этот собственный домик своих близких, своих гостей, своих любимых. Мы даже добавили несколько картиночек для вдохновения для наших ребят, и добавили фразы, которые нам бы хотелось также реализовать в этой концепции «Дом у озера». Как соткано озеро из маленьких капелек, так соткано счастье. Я дом хочу поставить свой у озера, чтобы плавала там стая лебедей, чтобы желтые листва холодной осенью очаровала разом всех моих гостей и так далее. Добавили даже небольшое стихотворение для того, чтобы реализовать вот эту вот задумку «Дома у озера». Дальше мы предложили несколько вариантов свадебных тортиков для ребят и предложили вариант плана рассадки, который также мог бы подойти для наших молодожёнов. Это может быть плана рассадки в виде вот такой доски с какими-то памятными фразами, с какими-то памятными словами, которые молодожёны могут написать для своих гостей. Это может быть вот такой вот садик с открыточками для гостей. Это могут быть какие-то баночки с цветами. И это могут быть какие-то доски, стеклянные доски, где каллиграфически написан вариант рассадки для гостей в зале. И после этого уже мы отрисовали эскизы для наших молодожёнов. Итак, у нас зал достаточно сложный и необычный. Он сложный, потому что там много таких оттенков коричневого, жёлтого и так далее. Но нам очень хотелось сделать вот этот вот домик у озера. И поэтому мы создали, поставили большое дерево как символ чего-то такого объединяющего, как символ преемственности поколений. Потому что дерево — это всегда что-то очень хорошее, это веточки, корни. И это символ вот этого преемственности поколения. Мы создали вот такую вот полянку с травкой, с определённым наполнением в этой полянке. Мы сделали, поставили столы разноплановые. И обратите внимание, что мы сделали вот такое вот озеро посередине зала. Сначала это озеро, это тоже, я говорила как-то уже в одном видео, что далеко не первый эскиз у нас попадает к молодожёнам. Эскиз, это может быть третий, пятый. В данном случае это пятый эскиз, потому что сначала озеро было вот здесь, в зоне церемонии, в зоне президиума. Потом мы перенесли в центр зала это озеро. И в зоне президиума сделали травку, поставили как раз-таки дерево, чтобы создать вот этот вот домик у озера. И мы сделали разноплановые гостевые столы. То есть у нас один стол длинный, с не спадающими композициями, с не спадающими, чтобы было ощущение такого водопада цветочного. И два стола у нас тоже с цветочным водопадом, где нет на столе никаких композиций. Это сделано, кстати, принципиально специально, потому что там большое количество гостей сидит за этим столом, и чтобы ничего не мешало никому, мы сделали вот такие водопадики. Здесь же мы поставили тоже композиции возле озера, то есть небольшие какие-то островки, которые выросли возле озера. И сделали отдельно гостевые столы с большими канделябрами. То есть это приближённые столы, это столы для самых близких будут. И нам захотелось добавить канделябры. И также, чтобы выросли какие-то небольшие островки красивые в месте, где будут располагаться и сидеть самые близкие люди. Также мы добавили в зале, мы сделали оформление колонн небольшое, чтобы сильно не притягивать внимание к этим колоннам. И мы добавили оформление балкончика. Это небольшое оформление балкончика. Мы его решили сейчас навстречу немножко увеличить. То есть мы сделаем больше оформления балкончика. Но в целом нам хотелось создать вот такую вот уютную атмосферную картинку. Обратите внимание, что у нас на дереве, во-первых, дерево очень высокое. То есть если посмотреть, вот это окно, оно реально очень высокое. И на дереве мы повесили светлячков. То есть это огонёчки, которые будут на дереве. И это будет, по нашему мнению, очень красиво. Дальше мы сделали раскладку. Показали ребятам, как будет выглядеть их президентный стол. Решили, что здесь у нас будет бархатная скатерть. И обратите внимание, что вот здесь, на каждом столе у нас лежат маленькие личные озёра каждого гостя. То есть это личное озеро, ребят. Потому что на столе у нас помимо бархатной скатерти у нас будет ещё и зеркальная вот такая вот поверхность, зеркальная столешница. И будет ощущение вот такого вот личного озера, так скажем. И мы сделали, поставили канделябр со свечами. И мы подумали, что будет очень здорово, если свечи будут отражаться вот в этом озере. И всё это будет дополнено вот такими необычными композициями. Потому что, если посмотреть, здесь композиции не классические свадебные, так скажем. То есть здесь травка определённая, как будто случайно выросшая. Здесь гортензии, да, как будто случайно выросшие где-то на водянистой какой-то поверхности. Здесь вся цветочная композиция, она необычная. То есть она не состоит из каких-то обычных цветов. И мне кажется, это будет очень интересно посмотреть, поразглядывать эту композицию. Это только президентный стол. Дальше мы сделали раскладки гостевых столов. Это гостевой стол с канделябром. Мы сделали свечи в цвет наших скатертей. Но в процессе разговора мы решили, что мы поменяем стулья. Потому что стулья у нас местные. У нас стулья такие на площадке. Мы решили, что всё-таки мы попробуем в Челябинске найти стулья немножко другие. И поменяем, перерисуем эскизы. Я думаю, что в следующий раз я вам покажу уже то, что у нас получилось после того, как мы нашли стулья другие в Челябинске. Надеюсь, что нам удастся это сделать. И мы сделали раскладку ещё одного гостевого стола. Посмотрите, что здесь у нас, видите, тоже столешница сверху зеркальная. Это тоже такое мини-озеро, которое мы перенесли с пола. Ну, грубо говоря, да, конечно, полу оно останется. То есть это мини-озеро, которое дублируется везде. То есть если посмотреть на основной эскиз, то вот здесь это озеро, вот здесь оно дублируется, да, тоже такая вот столешница. Здесь у нас озеро, здесь-здесь дублируется, здесь-здесь везде. Вот эти вот зеркальные столешницы, зеркальные поверхности. И нам кажется, что это будет очень интересно. И мы сделали эскиз церемонии. Здесь мы уже поставили немножко другие стульчики. Мы всё-таки рассчитываем, что мы найдём стульчики интересненькие, да. И мы сделали здесь уже озеро в том месте, где будет стоять дерево. Дерево мы считаем, что это будет такой основной у нас элемент, такой основной акцент. Это дерево как символ преемственности поколений. И мы добавили, опять же, вот этот эскиз уже четвёртый у нас. Мы добавили варианты зарослей, так скажем, то есть небольшие островки. Но мы решили, что и это ещё будет не всё. Мы решили, что сюда мы добавим тоже травку, потому что нам хочется, чтобы было ощущение природы, да, такое, чтобы было не камень, а хочется, чтобы это был какой-то природный элемент, чтобы молодожёны прошли по красивой травке, и вот они дошли до своего озера. Нам кажется, что это будет очень красиво и очень интересно. Вот такая у нас была сегодня презентация для наших ребят, для наших молодожёнов. Это не последняя презентация, так как мы сегодня внесли коррективы, то мы будем ещё рисовать. Мы ещё дорисуем здесь, дорисуем там, перерисуем стульчики, добавим немножко зелени там, 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 там. И в целом, в общем, найдём идеальное решение, как будет у нас выглядеть наша идеальная свадьба для ребят в городе Челябинск, куда мы поедем уже совсем скоро в этом году. Лето у нас будет, летом путешествий, я думаю, в этом году, как и обычно, в общем-то. Всего хорошего, мои дорогие. Если вам нравятся вот такие видео, если вам интересно смотреть на наши концепции, на наши задумки, на наши презентации, то обязательно ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, включайте колокольчики, подписывайтесь на канал и просто проявляйте активность, потому что чем больше активности я получаю от вас, тем быстрее развивается мой канал. Всего хорошего и...